Возьмите зимнюю распродажу одежды Озон в руки и оденьтесь выгодно. Ребята, всем привет! Новый день, новый влог. Я сейчас буду созваниваться, знаете, с кем? С дизайнером! Я готова! Сейчас Лиля, наш дизайнер, покажет два варианта планировочных решений для нашей квартиры. Я безумно волнуюсь, потому что у нас действительно очень сложная квартира, и Лиля тоже это подтвердила, говорит, это треш. Вот, так что волнительно, посмотрим сейчас, что она предложит. Сегодня мы поедем на дачу. Слава сейчас уехал на рынок за продуктами, но вы об этом должны знать. Если честно, я безумно волнуюсь, и я Лили скидывала все какие-то возможные варианты, даже скидывала вариант, который предложила девочка-подписчица. Но есть такая проблема. В общем, как вы знаете, по закону нельзя переносить мокрые зоны, кухню и так далее. И вот тот вариант, который предложила девочка, он, конечно, мне понравился, но он, к сожалению, немножко вне закона. А мы такое не любим. Я люблю спать спокойно вообще, в принципе, поэтому я Лили сказала, что у меня есть там мечта, чтобы была кухня-гостиная, чтобы это было место, встреча, в котором все собираются. Типа сердце дома в духе, знаете, где там, не знаю, я что-то готовлю, муж сидит на диване, или дети, или там гости, родители. Чтобы не было такого, знаете, когда много людей приходит отметить какой-то праздник, тот же Новый год, то всем надо с кухни, ну, там, продукты носить в гостиную, на стол. Я понимаю, что это тоже нормальная история, и мы всю жизнь так, в принципе, живем. У нас никогда в нашей семье не было большой кухни. Единственное, где у нас появилась там кухня-гостиная, скажем так, это на даче. Ну, в принципе, на даче, куда мы сегодня поедем, там тоже так, но и на даче у моей мамы в бане, там тоже так, что кухня и гостиная как бы объединены, и пока мама готовит, я могу лежать на диване, грубо говоря, смотреть какой-то фильм, и там, не знаю, мы с ней болтать можем. Ну, короче, это идеальный вариант, и я хочу, чтобы у нас в доме тоже было так. Не только по причинам того, что это, типа, модно сейчас, а просто по причинам того, что это очень удобно. Потом моя мечта, это, конечно же, гардеробная, просторная спальня, обязательно детская, и какое-то место для кабинета, желательно какое-то место для двух кабинетов, но, не знаю, это, конечно, невозможно сделать с тем квадратным метром, который мы имеем, потому что не так уж и много у нас пространства. Лилия сначала просто переслала то, что я ей скидывала, это замеры от прошлых дизайнеров, и то, что сделали наши первые дизайнеры, по тоже моим каким-то предпочтениям, но я не знала, что, блин, можно взять и планировку, если что, переделать, что вполне логично, и теперь я понимаю, что единственный вариант нам хорошо как-то зажить в новой квартире, это поменять планировку. Понятное дело, что мы не можем снести несущие стены, и я ей скидывала то, что уже было от застройщика. Полнейший дебилизм, я считаю, если честно, то, что придумал застройщик, сделать кухню в самой маленькой комнате, 10 квадратов, она у нас, ну, практически 11, я считаю, что это просто бред сумасшедшего. Ну, типа, чтобы вы понимали, у нас здесь, в этой квартире кухня 14 квадратов, они в новом бизнес-доме, который стоит бешеных бабок, квартира, ну, типа, уже такое считается элитное жилье, делают кухню в 10 квадратах. От тебя были даны определенные свои пожелания, какие ты хочешь, отдельные комнаты, и ты мне прислала варианты планировочных решений, которые, в принципе, были интересны. Конечно, это наша главная задача, да, реализовать то, чтобы было красиво, но есть технические моменты, есть жилой кодекс, да, и тогда есть правила, которыми мы должны подчиняться. Вот, когда ты покупаешь квартиру в жилом доме, это есть общие места, да, там, пользование, то же самое, канализация, например, да, мокрые точки и так далее. Вот, если у вас не было потом дальнейшим проблем, мы не можем делать вот с нашей жилой площадью всё, что мы хотим, там, расположить там, где мы хотим спальню, расположить там, где мы хотим санузел и так далее. Я, кстати, хотела ещё, это не планировку сейчас, то есть я её просто перешлю, потому что... Да, это мне понравилось, потому что здесь, как бы, мои желания, они, как бы, воплотились в какую-то жизнь, то есть появилась большая кухня с гостиной, есть маленький, там, кабинетик, который как раз много места и не надо, чтобы занимал, большая спальня с большой гардеробной, там, место, где красится, детская, ну, то есть всё, как бы, небольшой коридор, потому что вот мы в квартире, где сейчас живём, у нас тоже большой коридор, я не знаю, сколько он квадратов, но там спокойно могла бы поместиться ещё одна какая-то даже маленькая комната или кабинет, вот, и это просто убивает меня. Да, конечно. И действительно, там большая кухня, всё классно, но интересный вариант. Единственное, что мне здесь не нравится, это пол, который, не знаю, возвращает какую-то, знаешь, в прошлые времена, вот, коридорная система, под дверьми, вот, эти вот препятствия, да, для меня это экс-препятствиями, не дай бог, кто-то откроет какую-то дверь. И, в общем, интересное решение, всё классно, но на всех вариантах у тебя перенесена кухня. Это, ну, вот меня вот хоть будешь угадать, я этого не буду делать, предлагать. Я действительно против этого, потому что, ну, потом ты захочешь себе побольше квартиру, или захочешь себе дом, захочешь побыстрее продать, например, квартиру, да, и у тебя просто сократится круг лиц, которые смогут её купить. Ну, понятно, в ипотеку в ту же не возьмут люди, я понимаю, да. Я так волнуюсь, мне так страшно. Господи, ну, как можно было в новом доме сделать кухню такой маленькой? Я реально не понимаю, о чём думал застройщик, и о чём думали мы? Ну, просто... В принципе, тут формы такие, я сидела, в общем-то, и говорю, Полина, господи, ну, я понимаю, что я просто сама архитектор по образованию. И мы, естественно, там смотрим формы, всё, но я проектировала, там, комплексы жилые, именно, ну, порядка, там, это дипломные проекты какие-то. Но ты проектируешь, ты всегда думаешь, как будет человек жить, бог с ней, там, маленькая кухня, да, кто-то любит, да, там, изолирование или... Но вот эти вот углы, это такая скорая, да, как бы... Да... Я так волнуюсь, потому что мне кажется, что мне должно не понравиться из-за того, что кухня останется там же, где и должна. Так, открывать первый вариант, который вторым стоит, да? Может, первый, второй, мы можем с любого начать, просто я сразу скажу, со мной можешь не переживать, не волноваться, если что-то не нравится, ты можешь мне говорить, это совершенно... Ну, моя задача, чтобы тебе понравилось. Не, ну, конечно, это же тоже, мы же там жить потом будем. Ну, у нас всегда, да, наш обмерный план, который нам делали, профессионально, здесь замерены все точки, выводы, всё есть. Так, открываем вторую страничку, наверное, да? Да. Угу. Значит, первый вариант, чем они вообще отличаются? Я предлагаю сделать в первом варианте, как бы, его нужно дорабатывать, там, по размерам и так далее, да? Угу. Первое мое видение, что можно сделать отдельную вашу мастер-спальню, можно сделать гостевой санузел, скажем так, с душевой. Угу. Вот. Он нужен. Что общего у этих планировок? У них общая, это кухня-гостиная. И, конечно, эти вот колонны, мы их не можем трогать, мы их не можем, да, там, спросить. Угу. Но, какой главный плюс, да, и что мне нравится больше в нашем варианте, что у нас, ты заходишь в квартиру, у тебя нет такого большого холла. Угу. Угу. Попадаешь сразу в красивое пространство гостиной, то есть ты приглашаешь, ну, это главная, наверное, часть, где все собираются, где проводишь время, да, такая, очаг, да, для семьи, вот. Угу. 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 Мне очень нравится вариант проходить через детскую, например, в кабинет. У меня такие были сомнения, я тоже думала о том, что просто убрать вообще все стены, чтобы как коридор, это, ну, чтобы его, как бы, в принципе, не было. Угу. 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 У тебя будет консоль с пуфом, зеркалом, да, разделся. Угу. Угу. А справа у тебя такое именно прачечное, да, с отдельным позблоком, где будет все-все-все спрятано. Угу. Единственное, что здесь уже душевых кабинок нету, аж целых двух. Вот. И поменяли. Но если ты обратишь внимание, у тебя ванная в такой конфигурации была подложена. Что мне не очень нравится всегда, это просто для меня раковина, это какое-то такое пространство, где ты хочешь. Да, да. И вот как-то сделать парадную какую-то такую часть. Получается вот такая часть, скажем так. Вот. И да. Конечно, ты заходишь, ты видишь первым делом унитаз, но при этом... Ну, может и ты неплохо знаешь, когда бежишь, торопишься. Чисто по прямой. Да. В принципе, заходишь, видишь цель и самое главное. Да? Все. Вот. Но при этом у нас открытая ванная, да, там красивая. Угу. Я понимаю, что это будет, ну, просто неудобно в... и большая раковина с большим зеркалом. Ну, как мне это... Ну да, это красиво. Я бы тоже хотела большую раковину. Единственное, что в моих идеальных представлениях два туалета в квартире. Мы можем вместо шкафа сделать туалет, то есть без проблем. У нас просто... Ну, там просто он не очень большой. Угу. Ну да. Вот. И у тебя на прошлых вариантах именно расширяли маленький санузел, а мы расширили большой санузел, как раз таки, чтобы уйти от этой вот расстановки, заходишь прямо в ванную, маленькая раковина. Угу. Угу. А на прошлой у нас нету, получается, при входе вот этого шкафа. Мы его убрали и расширили. Да. Туда мы поставили душевую систему. Угу. Ну, с душем, конечно, прикольно, но и шкаф тоже нужен какой-то для верхней одежды. Да. Ну, если посмотреть на первом варианте, у нас там шкаф тоже есть при входе, то есть ты захочешь, а слева шкаф. Сейчас. А, ну да. Может быть, в принципе, его бы и хватило для каких-то вот то, что сейчас, учитывая, что у нас там и гардеробные все-таки будут, если что, убрать лишнее. Ну, такое. Короче, мне как будто бы первый вариант больше нравится, из-за того, что аж две душевые кабины. Да. Я, честно, мечтаю о душевой кабине, потому что я ванну, саму как ванну, принимать вообще не люблю. То есть я не люблю там лежать. Но ванна точно нужна обязательно. И мне, конечно, в идеале это душ. Чисто зашел быстренько, шмяк-шмяк, и типа погнали. Это идеальный вообще вариант. И два туалета тоже это идеальный вариант. Единственное, что вот на первом варианте смущает только расположение спальни детской, точнее, детской и кабинета, а все остальное прям, ну, нравится. Ну, грубо говоря, даже если поменять местами там гардеробную, скажем так, с спальней, чтобы сначала попадаешь в спальню, а потом проходишь в гардеробную, то мне как будто первый вариант в сердечке ближе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, ребят, мы уже в машине. Наконец-то собрались, вышли. В этот раз у нас не очень много с собой всяких вещей, принадлежностей, потому что завтра, послезавтра нам уже надо вернуться в Москву, то есть сегодня суббота, а завтра, вероятно, нам уже надо вернуться в Москву. Ну, может быть, в понедельник приедем, не знаю, посмотрим. Я даже не знаю, если честно, как вообще произошел в нашей жизни такой переворот событий. Я раньше не могла вообще отлипнуть от руля, от того, чтобы быть за рулем. И я помню, были какие-то времена, когда я была такая супер блогерша, супер такая популярная, на пике своей популярности. Не знаю, сколько мне лет было, ну, типа 17, 16, 18 в духе. И я помню, как моя мама говорила, может, в духе давай это, ну, типа, водитель тебя будет возить. Ну, типа, так, это же круто, понимаете. Я помню, я маме говорю, типа, не, да ну нафиг, какой вообще водитель. Теперь у меня появился муж. У меня появился водитель, девчонки, берите на заметку, вообще бесплатный водитель. Еще можно при нем что хочешь делать, обсуждать, не чужой человек, очень удобно. Короче, вот, я всегда такая, типа, не-не, какой нафиг водитель, так далее, вообще, что за чушь. Ну, типа, знаете, что там, пока едешь на мероприятие, сидишь в телефоне, что-то вопросы решаешь, потом, пока едешь, там, с мероприятия, ну, в духе. Хотя звучит это, конечно, прям luxury круто, но я всегда такая была, типа, не-не, никаких нафиг водителей, потому что мне самой в кайф водить всегда было и есть. Я стала просто, блин, пассажиром. Я не понимаю, как это произошло, как я вообще смогла. Это как, я не знаю, у меня сидеть за рулем, это была просто как зависимость какая-то. Я помню, раньше мы с тобой выясняли отношения, кто поедет за рулем. Типа, мне хотелось, помнишь, сколько раньше я за рулем была? Просто всегда. Когда мы едем вместе куда-то, всегда Слава за рулем. Даже если я откуда-то еду на машине, и Славе говорю, типа, погнали куда-нибудь в кафешку, он в этот момент дома, я приезжаю к подъезду, ну, типа, паркую машину и пересаживаю сюда, чтобы Слава был за рулем. Хотя, конечно, я хорошо вожу, разумеется, отлично, но просто мне так комфортно стало, когда я не за рулем, потому что, во-первых, я могу снимать влоги, записывать кружочки, что-то там, не знаю, отвечать кому-то. И я такая, вау, а типа, водитель реально крут. Мама была права. Слава, второй день с винирами. Ну, можно сказать, первый день полноценный, если не считать вчерашний, потому что вчера, 13-го числа, ему поставили виниры на нижние зубы. Единственное, что ему не поставили винир на один зуб крайний, потому что... Почему? Что-то там не срослось из-за прикуса, да? Что-то или как? У меня десна кровоточила. А, десна кровоточила, короче. В общем, удивительно, так вышло, что у Славы самые, вроде как, хорошие зубы из всех нас. Самые ровные были, самые, ну, типа, все вообще норм. Ну, в итоге, ну, нет, дольше всех Вова ходил, процедуры с зубами делал, но у него там большая работа была, все-таки у него не такие хорошие зубы, как у тебя были. Но, в итоге, столько заморочек, да, у тебя с зубами вышло. И то, и все, и там сложность. Ну, типа, вроде картинка выглядит шикардосно, изначально, исходный вариант. Ну, тут у всех, короче, индивидуально, потому что у меня проблема с деснами изначально была, есть, и как бы пока что никуда не прошла. Они у меня очень... Очень нежные. Очень плохо зажив... Ну, очень низкая заживляемость, вот так вот. И поэтому они и воспаляются очень быстро, короче, и очень долго заживают. И, скорее всего, просто из-за этого. Если бы этого не было, то все прошло бы в два раз быстрее. Знаешь, у меня тоже вообще слабые десна. Мало того, у меня даже на одном зубе ты видел. Это мой любимый зуб. А тос, партос, парадонтоз. Ну, я не знаю, это парадонтоз, это или не парадонтоз. Ну, короче, этот вот... Это парадокс. Короче, то, что, типа, десна вообще опущена, и зуб просто оголен, это выглядит реально страшно. Слава видел мой зуб. Ты все еще меня любишь после этого зуба? Это вообще жестко, да. Я все равно, ну, понимаю, что у всех людей есть свои недостатки. Ну, мой недостаток, он спрятан под губой все-таки. И когда я разговариваю, хихикаю, даже сильно активно, никто этого не увидит. Потому что он вот здесь. И это, я не знаю, даже я так вот это сделаю, никто не увидит. Ну, то есть это надо оценить прям, чтобы показать. Но меня, если честно, это вообще не беспокоит. И... Ну, в идеале, типа, надо операцию сделать. Я вам уже рассказывала, что мне должны отрезать кусок десны или щеки и пришить туда, чтобы закрыть это местечко. Но я никак не могу на это решиться. Просто этим надо заняться, начать ходить. И я такая думаю, типа, блин, ну нахрена нам не надо? Это все такой геморг. Но меня просто пугают тем, чтобы зуб не вывалился, не отвалился. Но у меня на этот случай есть своя защита. У меня стоят ретейнеры, которые держат зубы. Даже если он отвалился, он все равно будет там стоять, потому что ему не даст железка. Ну, короче, я продуманная, потому что после брекетов я так и не стала снимать ретейнеры. Потом как-нибудь поближе Слава покажет вам свои зубки. Да, зубы – это такая достаточно серьезная тема. И я считаю, что, ну, в принципе, конечно, нужно заниматься своим здоровьем. И сейчас кто-то подумает, типа, ну да, ходить к гомеопату, к астрологу. Но нет, я серьезно имею в виду врачей. Потому что есть люди, которые считают, что я как-то, не знаю, скептически отношусь к врачам в принципе. Но на самом деле это не так. Никогда нигде не говорила, что все врачи там ни в чем не помогают. Еще что-то надо ходить только к гомеопату или к каким-то бабкам-гадалкам. Конечно же, нет. Я всегда говорю о том, что нужно ходить, проверять свое здоровье. Я очень часто сдаю анализы, кровь, не знаю, там, сердце проверяю, УЗИ какие-то делаю. Ну, то есть я действительно слежу за своим здоровьем и всем вам рекомендую. И я считаю, что зубы – это одна из таких очень важных вообще деталей, и, скажем так, нашего организма, нашего тела, не знаю, строения. То, за чем нужно следить с самого детства. И я понимаю, что даже когда у нас появятся дети, зубы – это будет очень такая тема, на которую будем обязательно обращать такое большое пристальное внимание. Учитывая, что я, конечно, не знаю, повезет нашему ребенку, достанутся ему мои кривые зубы или славины. Но тут все равно как бы повезет, не повезет. У тебя у десны, например, слабая заживляемость. У меня заживает вроде, ну, побыстрее, чем у тебя. Но у меня там кривые зубы, еще что-то, пригус. То есть тоже свои такие моменты. Но все это исправимо, слава богу, в наше то время с технологиями, с врачами, да. Ох, ребята, цвет, конечно, так себе, типа не бомба. Но такой вопрос задают мне, но он также касается и славы. Юля, у вас со славой сходятся вкусы в ремонте, есть споры по дизайнам. Расскажи свою идеальную подходящую мне точку зрения. Мне на все пофиг. Я не скажу, что мне пофиг на все. Я просто знаю, что то, что дизайнер придумает и то, что в итоге там, ну, нравится Юле, понравится и мне. Но я Юлю предупредил, что главное, чтобы там не было каких-то, ну, прям откровенно там женских тонок. Типа, чтобы, знаете, вся спальня была розовая, с какими-то рюшечками. Я говорю, да ты что, в своем уме? Я же не сумасшедшая. Ну, я, короче, ну, абсолютно спокоен. Я больше за техническую часть. Ну, типа там, где поставить там роутер, где будет проводка там, где там... Ну, это ты просто, тебя это больше интересует как бы посмотреть в духе на плане, но ведь этим тоже занимается тот же самый дизайнер. Ну, вот это мне больше интересно. Полы с подогревом там или радиаторы стоят. Ну, то есть такая, типа, тема. Короче, то, что мне вообще... Ну, нет, на самом деле не скажу, что мне это не интересно. Для меня это тоже очень важно, потому что я уже, пожив, ну, также отдельно от родителей, вообще, в принципе, в квартире, знаю, что мне в квартире, да, мечты, скажем так, необходимы. Что я бы хотела, о чем я мечтаю, что мне точно не надо. Например, дизайнер. Сегодня я Славе показывала тоже уже не на видео. Планировочные решения от дизайнера. И Славе, например, очень понравилась идея заходить в, ну, короче, как это называется, мастер-спальне, и чтобы у нас была мастер типа ванна. То есть, ну, как наша хозяевская в духе ванна с туалетом, с раковин, то есть личная. То есть, когда гости заходят в квартиру, они не смогут попасть в это помещение, не пройдя через нашу спальню. То есть, это чисто, грубо говоря, наша, такое семейное. Там максимум, там, ванна и ребенок наш будет купаться. Но гости, например, будут ходить в гостевой туалет. И, с одной стороны, это неплохая такая затея. Это как, знаете, в отеле. Вы останавливаетесь, и у вас прямо из спальни вход сразу в туалет, в ванну. То есть, это, в принципе, удобно от кровати сразу быстренько дойти до того же туалета, до раковины, там, почистить зубы, еще что-то. В принципе, это неплохо. И Славе такой вариант очень не понравился. То, что это прям круто, и как в отелях. И то, что сейчас, в принципе, так это модно, так делают. Считается такой, можно сказать, ну, по моим каким-то ощущениям, считается, что как премиальный такой дизайнерское, такое премиальное решение. Потому что, понятное дело, не в каждой квартире и габариты, и все позволяет сделать такое решение. Вот, поэтому это считается, как бы, круто. Не знаю, тебе понравился вход в спальню через гардеробную? Есть в этом и свои плюсы, и свои минусы. Ну, я скажу так, что меня это не напрягает. Поэтому это может быть спокойный вход через как раз... Я как раз-таки сам по себе. Вот, я смотрю за тем, как я живу. Да, да. Вот, что важно, как мы живем, чтобы понимать, что нам будет удобно. Я первым делом, когда захожу домой, ну, помыть руки, а потом быстро я хочу снять себе всю грязную одежду и одеть домашнее. Ну, а тебе для этого гардеробная зай не нужна. Нам нужно просто где-то поставить диван, на который ты все сбросишь. Я как раз захожу, мою руки, прохожу через гардеробную, снимаю грязное, одеваю чистое, все, и я в спальне. Ну, нужно будет подумать. Дизайнер, в любом случае, я сказала, что давай попробуем, поменяем это все дело местами. Просто мне немножко тяжело это принять, потому что мне кажется, что дойти до спальни будет очень, ну, такой, типа, тяжелый, долгий путь. Плюс у нас есть еще собака, которая с нами в комнате спит, и вдруг там какая-то дверь будет ей преградой. Ну, грубо говоря, ну, не знаю. Типа, с другой стороны, зачем в спальню заходить через гардеробную, там, пыль какую-то? Ну, я не знаю, я просто никогда не жила в такой обстановке, поэтому, ребята, кто вдруг живет в подобном каком-то планировочном решении, что вход в спальню через гардеробную, обязательно напишите плюсы и минусы. Я буду еще смотреть кучу роликов на эту тему. Плюсы и минусы, я люблю всякие там про дизайн и так далее. И хочется, действительно, чтобы это была квартира мечты, даже если мы в ней проживем там не больше семидесяти лет, я не знаю, семидесяти лет. Семидесяти лет нормально. Семи-десяти лет, я не знаю. Дай бог нам всем еще семьдесят лет прожить. Вот, я не знаю, сколько мы там проживем, да, не знаю, как сложится наша жизнь. Может, мы вообще там через года-два, блин, поднимемся, разбогатеем и решим, что все, блин, во-первых, у нас возможностей больше, и хочется жить в доме, начнем строить дом. Я не знаю, это вообще прям в классных таких мечтах. Вот, но в любом случае хочется сделать эту квартиру такой, как вот мечтаешь, как вот в мечтах. А не так, что, знаете, типа, ну сделаю, все равно, дай бог, там, станем более успешными и вообще потом продадим эту хату. Ну, не хочется с такими мыслями. Хотя всегда хочется что-то больше, лучше, круче, всегда стремиться к чему-то большему, понятное дело. Если кому интересно, как Юлочка переносит дорогу, то просто как ангел. Видите? Мы заезжали во вкусный точка, покушали. Песик посидел, подумал, подышал, а теперь лежит. У меня так, зубы, но это передние, особенно нижние, потому что у меня, ну, у меня верхние были, ну, идеальные, в плане расположения все ровно было. А нижние зубы, они, к сожалению, уже с возрастом начали из-за давления чуть-чуть друг на друга наезжать. Ну, получается такая, как это, кривой забор. Ну, мы рассказывали, что они внизу у тебя, вот эти посередине два зуба немножко друг на друга заходили. Да, заходили. И вот как раз эти два зуба, которые сейчас, ну... Они ноют у тебя, да? Они, да. Но тебе, наверное, их испилили побольше все-таки, потому что нужно было из кривых зубов сделать ровные, а это не так уж и легко. И, как Славе сказал врач, что нужно было сначала ему походить в брекетах каких-то. И, да, конечно... Это бы еще растянулось на полгода. Ну, на полгода точно, я думаю. Я думаю, исправить типа два нижних зубика хватило бы и полгода. Очень ждем новые песни от Славы «Голос, мед для ушей», если в ближайших планах выпустим. Спасибо за вопрос. Кстати, висит песня, которую мы, помнишь, с тобой в Дубаях во влог вставили, а она до сих пор не вышла. А что за песня там была? Я даже забыла вообще. Долгая история. А-а-а. Это так давно, я просто, ну, думал... Пипец, ты мне тогда предложение сделал, но уже пожениться успели. Да, я просто думал, что я ее выставлю, но подходящих, как бы, моментов не предвиделось, не произошло, и песня, ну, еще не вышла. Как минимум одна песня точно есть в запасе, но вообще, если честно, в запасе уже дофига песен, ну, если уж честно. А потом, когда мы были на этот медовый месяц, у нас с тобой был в Турции, мы снимали тебе такой, типа, мини-кли, ну, как, видосик на телефон уже на другую песню. Но тоже оно не вышло, ни песни, ни этот видосик я решил не выставлять. Да, Слава сейчас очень странно говорит и сидит постоянно с открытым ртом. Да, у меня, во-первых, прикус, я еще не привык, и мне еще нужно будет его подточить. И зубы еще чистить. И болит зуб, да, болят передние зубы, поэтому я немножко это такой. Вот, песни есть, короче, песни будут, надеюсь, в этом году все, все, что я накопил, все, что я натрудил, как говорится. Натрудил? Да, натрудил, все выйдет и все будет услышано слушателями моими, зрителями. На самом деле, просто не хочется выпустить песню, знаете, чтобы она ушла куда-то в никуда, осталась какой-то незамеченной, хочется как-то подготовиться. Подходящий момент должен быть, и к этому нужно готовиться, чтобы это принесло какие-то плоды. Потому что просто так выпускать песню, учитывая, что у меня, ну, давно песни не выходили, это значит, что просто в никуда, ну, меня послушают там, мои фэны послушают. И, как бы, больше ничего, ну, придется просто больше вкладываться в рекламу. Но при этом мне нужно просто больше разогреть аудиторию, вот, и быть уверенным в своем продукте. Но на самом деле это осталось, что мне, на самом деле, мне нужно придумать название, сделать обложку, подготовить релиз к выпуску и доделать пару песен. У меня, получается, в пуле, да, в, как бы, в этом, в ящичке, как оно, ну, как люди говорят, в ящике лежит много песен, и песни три мне нужно просто добить, доделать, и все готово. Придумать название, все это сделать, обернуть в красивую картинку, и, ну, и все, и загрузить, и выпустить, продумать план, и все. Придумать название для альбома, это не придумать название для бренда, согласись, это все-таки легче. Это придумать название для бренда. Ну, не знаю, нет. Ты чего, я противоядил свой первый альбом, это была прям, ну, брейншторм прям такой, это же какая-то идея. Слушай, ты назвал свой альбом названием песни. Блин. Как многие делают. Но именно название не только говорит о названии песни, понимаешь, название говорит о всех песнях, которые в альбоме. Я понимаю, но просто вот мы сейчас со славой думаем о том, как назвать наш бренд, над которым я вот вам говорила в прошлом влоге, что мы хотим в этом году постараться запустить свой личный бренд. И мы сейчас думаем над названием, мы каждый день об этом думаем, перебираем, разбираем, что только не придумываем, и это очень тяжело, просто, просто кошмар как тяжело. И честно, в моем понимании, придумать название даже песни, взять, типа, какие-то строки из песни, взять это как за название песни, и то же самое из песен, название песен, что-то соединить и придумать название альбома, это проще. Я не согласен, потому что есть такие песни, где, ну, на слуху прям, вот есть припев, ну, четко, да, там, типа, я тебя любила, я тебя любила, а потом разлюбила припев, и ты берешь название просто первой строчки, я тебя любила, и все, песня готова. А есть песни, которым, ну, нужен более глубокий подход, и просто так назвать, ну, не получится. У меня есть песни, в которых нету такого прям, как такового, такого яркого названия для того, чтобы это было именно в заголовке. Даже над альбомом, над названием альбома я думал и буду думать над новым, потому что это концепция. То же самое с названием бренда, потому что альбом это бренд вообще-то по сути. Напоследок нашего спора, вот что скажу, конечно, альбом, так же, как и какая-то песня, может кормить тебя всю жизнь, точно так же, как и, например, свой какой-то бренд. Но я все равно вижу, типа, огромную разницу между этими моментами. Я не говорю, что нет разницы. Короче, у нас закончилась амывайка. Закончилась, и эта трэш, нужно ее залить, слава богу, она у нас есть, потому что... Без нее мы просто не доедем. Видите, какой ужас? Ни хрена, как у тебя неудобно в машине открывается. Куртка, день. Ты такая бесячая. Ты меня выбесил, нечего меня целовать. Я тебя люблю. И никакой спор, ни... Никакой спор не стоит вообще ни капли наших с тобой взаимных отношений. Понимаешь? Понимаю. Я перчаточки купил. В окно не попади. Класс? Класс! Ты? Целых две канистры. Класс! Что там папа делает твой? Ну что, пойдешь в окно смотреть? Ну как-то... Мистер... Какой же урод придумал это... В бехе? Эту хрень, господи. Пускай ему и кается. Кто-то в этот момент говорит, блин, какая же беха крутая. Тот, кто придумал беху, типа, он... Нет, тот, кто придумал горлышко для залива омывайки. ВМВ урод! А ты думаешь, они во всех БМВ такие? Может, только в Х4? Не только в Х4, но в некоторых по-другому. Ну-ка, помой. Вах, вах, вах. Ну все, хорош. А то сейчас опять заходит. Интересно, что нас там ждет на даче? Может быть, мы не сможем пройти к дому, потому что там все в снегу. Потому что мы там не были давно, и непонятно, что там вообще по снегу, по проходам и так далее. А где лопаты вообще у нас все? В подвале где? В специальном складском помещении. Ну, это другие лопаты. Это лопаты, чтобы выкапывать этот... А есть же лопаты специальные для снега, а не другой формы. Разберемся. Мы доехали. Здесь прям настоящая зимняя сказка. Вы думали, так просто заедешь к нам на территорию? Прикольно. Я рада, что сейчас не мороз какой-то сумасшедший. Сейчас всего лишь минус 2,5. Так что Вивочка даже с кайфом прогуляется. Я ее наряжу в теплой кофточке. Да, мой хорошенький. Ага, прикольно. Ну, ладно. Ну, давай я туда встану сейчас. Сразу видно, кого давно не было на даче. Так, вот мы и приехали. Вивочка пошла гулять. Вивочка, пошли в сторону дома. Вива. Где ты приехал, особенно. Где пес? Вис. Быстро. Пекся. Счастливый пес. Вива, поднимайся за мороженый бобрик. Давай посмотрим. Обожаю. И это, ребята, мы еще не знаем. У нас там есть ловушка для мышки. И мы не в курсе. Есть вероятность того, что там мышка. Видите? Какой водохлюй. Хлеб. Ну что? Попей побольше. Побольше попей. Иди попей воды. Так, ну что, гулять пойдем? Твой продукт сейчас складывается. Слава, конечно, у меня такой. Ему не терпится скорее пойти и сделать этот снег. Вот сначала бы спустился бы. Температуру в доме побольше сделал. В подвале у нас там это тепло делать. Шеет делать не умею. Нет, надо скорее бежать. Это самое. Хотя у нас не холодно в доме. Двойная защита, Вивс. Не знаю, где твоя другая кофта. Мой зячик. Мы так уже ходили. Конечно, не самый удобный способ. Но теплый. Юлечка-собачка. Мама тоже хочет пойти погулять. Вот молодец. Вот умница. Ухи прячем. Вот так. И вот так. И вторым. Вот так. Получается у нас вот такая трубочка. Бородку сюда. Попку натягиваем. Вот так. Вот так. Куфточка. И мы можем идти гулять. Да? А где моя шапочка? Слава ее не принес. И сумку мне не принес. Сказал, что все принес. А в итоге, где моя сумка, спрашивается. Интересное кино. Что, замороженный? А что ты... А, ну все равно дверь-то не откроется. Трэш. Вот что. Ну, потому что надо было сюда приезжать раньше. Слушай, мне кажется, там лед внизу. Ты ее не проружишь. Слышь? Тебе не кажется, там реально... А зачем же ты мучаешься тогда? Дверь не откроется. А ты не откроешься? Ну, ты не откроешь дверь. Мне кажется, не получится. Да, оставь ты там машину. Нет, получится. Просто я за... И зачем это? Ну, потому что нужно. Ну, сделай завтра. Встанешь пораньше, сделаешь. А машину куда ставить? Там оставь. Не, хочешь мучиться? Просто, во-первых, надо в доме температуру поднять. Во-вторых, мы же сегодня кушать собирались. Ну да, там не так уж жарко. У нас там температура с осени. А сейчас зима. Просто ты это не прорубишь. Ты не заедешь, но даже если ты это прорубишь, ты не откроешь двери, я думаю. Потому что лед, посмотри. Зай, я все это вижу. Виф, ты почему сняла шапку? В общем, трэш тут, конечно. Что-то туи прям вообще херово себя чувствуют. Ой, пойду сверху. Надеюсь, провалюсь. Трэш. Чтобы вы понимали, я очень высоко. Я могу окно помыть. Плохо дело. Ой, блин. Суть в том, что я ее подвязывала. Надо будет еще подвязать, значит. Чего плачешь? Идет мамочка. Да, надо будет завтра этим заняться. Ой, это вообще херба. Пойду виву домой отнесу. Короче, жесть, конечно. Такая зима здесь. Трэш. Ну, прикольно. Настоящая зима. Давай, быстро иди домой. Там деревья вообще кирдык. Ну ладно, они так уже стояли. Еще одну ночь постоят. Интересно, а если из дома набрать ведро кипятка? Не думаю, что это хорошая идея. Да, думаешь, больше заморозится? Ну, сейчас же не минус температура. Вот там был минус по дороге. Ну, да, но все равно. Сейчас, если просто даже ноль будет, все это превратится в валеды. Круто. Надеюсь, фотик не ебанится. Ветерок подует, ебанится. Это будет плохо. Стой. Так, один рубашка снял, второй снял. Вот, как здорово. Ай, обалденно. Да? Да, мой хорошенький, да. Круто, круто. Круто, да, просто круто. Если честно, я уже не помню, что у нас тут в холодильнике. Я волнуюсь. У нас тут огурцы. Пахнет все огурцами. Так, тут у нас хлебы. Разный вид хлеб. Так, тут картошка. Я ее уже закрутила в фольгу. Шашлык, значит. Мазик. Неманадик. Это в магазинку. У нас тут и пельмени есть, и котлет. Что-то у нас тут уже есть. Целая куча мандаринов. Огурец с помидор. Да. И, в принципе, все. У нас больше ничего из продуктов нет. Ну, только всякое там, типа, снеки какие-то. У нас же тут есть от всех вкусняшек. Надеюсь, оттуда сейчас крыса не выскочит. Вроде крысы нет. Чипсоидов много. Да, крысы нет. Надо сейчас освободить этот чайник от воды, залить снова и включить его. Все это время у нас здесь стояла кофемашинка. Сто лет в подвале не была. Привыкла к городской жизни. Ай, ты книги спустил? Чтоб заделать дырку, да? Да. Можно компотик взять. Обожаю. Ой, сколько у нас тут вкусняшек. У нас тут тоже есть напитки всякие, слушайка. Огурцов полным, вполне. Такой буду. Буду пить компотики. А, еще надо водичку заебоднять. Потому что та, там мало, и мы ее сейчас в чайник зальем. Так, мы идем проверять крысу. Последний раз, когда мы здесь были, вот тут еще белье какое-то висит. Ничего себе. Крысиное говно. Реально? Это не мухи? Это мертвые мухи. Да, это должны быть мертвые мухи. Обычно там они лежат по сценарию. Они крысиное говно. Классный костюмчик. Классные штанишки. Это не твои штанишки? Мои. Прикольно. Ну что, там мышь? Да. Ты реально? Нет. Нет? Реально. Она живая? Пипец. Там реально мышь? Да. Покажи. Ты полнейшая антисанитария. Я в шоке, ребят. Жить в доме очень стремно. Круто. Это что? Снег? Что это? Какой-то пергамент. Смотри на верх. Что? Это разве не просто какой-то узелок? Да. Что? Скорее всего. Но это похоже на паука. И как будто шевелится, да? Да ладно. Ты реально паука? Ай, блядь. Сейчас вам рюклиже. Мне кажется, это просто узелок, нет? Да. Это стремный узелок. Блядь. Это где он? Что не фокусируется-то, зараза? Короче, неважно. Не хочет камера это фокусировать, я сейчас выкину в окно. Это страшный узелок. Слава идет на охоту мышиную. Наоборот уже. За добычей. Господи, это ужасно, ребят. Это просто ужасно. Кто-то скажет, это негуманно. У нас уже были такие инциденты, назовем их так. И мы поймали мышку. Я даже плакала, потому что мне было ее жалко. И кто-то скажет, это негуманно. Но также негуманно, чтобы она насрала куда-нибудь нам в еду и была переносчиком непонятных инфекций зараз. Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы она умирала в этом доме. Еще и таким, наверное, очень болезненным, тяжелым способом. Но мы даже не знали, наверняка поймается она или нет. Ты куда без куртки? Зато теперь мы знаем, что мышь, которая была в этом доме, мышь номер 2, ушла. В мир иной, к сожалению. Но хотелось бы подметить, что не по нашей вине. Она очень долго ловилась, скажи. Что, наверное, месяца 2-3. Да долго, очень долго. Мы тогда 2 поймали, и еще мы тут жили месяц, наверное. А на все никак не ловились. Или я не знаю, сколько. И вот нас не было еще месяца 2,5. И я не знаю, когда она поймалась. Может, она недавно поймалась. А может... Ну, в смысле, может, она давно поймалась, а может, недавно. Короче, непонятно, но... Но, по крайней мере, мы теперь знаем, что в какой-то момент она реально так проголодалась, что ее даже не смутило, что недавно ее сородич попался на такую ловушку. Вот. Вива просто радуется, что она не та крыса. Она другая крыса. Она другая крыса, да. Она крыса, которая очень любит этого фламинго. Сладость ты моя! Сладость или гадость? Как ты этого фламинго любишь? Покажи, как ты его любишь. Покажи, как ты его любишь, Вив. Ну, что ж, мы, в принципе, все разложили. Все, что надо. Мы недавно поели вкусный точек, я не голодная еще. Но скоро надо будет задуматься про еду. Как вот уютно мы сидим. Ты видел новость про Пашу Волю? Что он в каком-то, короче, своем стендапе на Comedy Club взял фотографию какой-то девушки без ее разрешения. Выставил ее, получается, ну, показал ее на шоу. Эту фотку показали на телевидении. И Павел как бы высмел, типа, эту фотографию, то есть высмел эту девушку. И еще как-то ее назвал в духе долбанько, что ли. За что? Что она сделала? А, у нее там фотка такая, типа, размытая. Ну. Просто размытая фотка. И он, типа, угорал над телками. Ну, знаешь, как... Полный блюр вообще? Типа, даже лица не видно? Нет, просто... Нет, фотка размытая, как будто она в движении. А, я понял. Типа... Типа, модная. Ну, да, модная. Он, короче, это высмел. И в итоге там сейчас какие-то проблемы из-за этого, походу, будут. Ну, кто-то уже в фабрике, есть фабрики, которые любят новости выдумывать. И пишут то, что, типа, Павел Воле вынужден ушел из шоу Comedy Club. Но я в это не верю, что он прямо ушел из шоу Comedy Club. Я думаю, что это просто для шумихи. Но это, конечно, интересно, потому что я вообще вчера, как раз, когда убиралась дома, смотрела видео Кати Коносовой. И вот эта вот девушка, чью фотографию взяли, она записала, как бы, ролик, типа, что за фигня. С другой стороны, это так странно, какое право, реально, тоже Павел Воля имеет брать чужие фотографии. Вот я представляю, что он берет, например, мою фотку, и там, как бы, говорит, что я, типа, ТП-шка какая-нибудь. Типа, вот, посмотрите, какая ТП-шка, типа, фоткается со своей собакой. Ну, например. То есть, если бы он сказал, типа, какая классная девчонка, давайте все на нее подбишемся, это одно. Ты бы ничего, да, не сказала, если бы он взял твою фотку и сказала, хорошая Юля. Ты бы ничего не сказала, да? Все равно начались бы люди, которые бы подумали, что я, например, бабок занесла, чтобы меня попиарили, и все равно был бы какой-то негатив, например, в мою сторону. Но в чем суть? В любом случае, когда тебе говорят комплимент, тебе приятно, а когда тебе говорят что-то, ну, обидное, тебе будет неприятно. И ты с этим не будешь соглашаться. И я просто к тому, что, по сути, какое право Павел Воля имеет брать чужие фотографии. Но вот про эту девушку написали, что если бы она ничего не написала, никто бы даже не понял, кто это. Потому что это, ну, не блогер какой-то, я так поняла, не звезда, а там артистка. И типа никто бы даже не догадался и не стал бы ничего... Ну, значит, это ее задело внутри, то, что ее так обосрали. Если бы ее это внутри не задело, может быть, она бы и забила болт. И даже ничего бы, никаких исков и так далее, претензионных писем, туда-сюда. Ну, я что могу сказать? Мне кажется, что такой хайп, даже такой хайп, это хайп. То есть даже такой инфоповод, это классный хайп. Я просто, уже мы с тобой много и хейтов всякого наслушались, и в мою сторону, и ты в свою, и в общем, и в нашу. И это все равно говорит о том, что люди о тебе говорят. И, по сути, должно вообще по***вать. Не в этом, суть в том, что ведь мы же с тобой не берем чужие фотографии, например, и публично. Ну, у него просто такой формат, я не... Ну, суть его формата, да, я понимаю, что у него такой формат, но пусть он тогда, не знаю, свою жену так сфотографирует с таким же эффектом. И придет в пример. Зачем? Ну, она ему хотя бы разрешение может на это дать. Я понял, ты защищаешь девушку, но я тебе просто говорю про то, что случилось. А случилось то, что у девчонки появился реально, ну, какой-то пиар. И она могла, ну, как бы это, в шутку, как бы, если бы это ее сильно не задело... Слушай, над Жиганом как постоянно издеваются. Ему это вообще норм, понимаешь? А тут ее, видимо, внутри задело, и она вот, ну, подняла, короче, этот скандал. Ну, она имеет право, я, собственно, что, я ничего не говорю, имеет право. Такой вопрос задают, извини, если вопрос покажется некорректным, ни в коем случае не хочу обидеть, но почему вы решили не говорить твоему папе о беременности сразу? Дело не в том, что мы конкретно там, например, моему папе не хотели сказать или папе Славы, мы просто хотели рассказать всем позже. И я видела там какой-то комментарий, и кто-то удивился, почему я не рассказала о беременности, например, своему дедушке сразу же, как только узнала о том, что я беременна. И мне казалось, что можно было сделать вывод, ну, понятно, что этот человек, может, не знаю, глупости какой-то написал, но как раз-таки смысл в том, чтобы никому ничего не говорить, заключается в том, что ты не знаешь, что произойдет на маленьком сроке, разное бывает. И я думаю, что многие уже поняли, что бывает завершая беременность, выкидыш, это встречается очень часто, и это та самая причина, по которой обычно люди скрывают и не говорят. Чтобы потом, скажем так, да, не порадовать такой неприятной новостью, ну, как понятно, не расстроить своих близких, пожилых, родных, да, там, бабушек, дедушек новостью о том, что, ну, этого долгожданного там правнука, правнучки не будет, не в этот раз. Ну, то есть, кому такое понравится, тем более у пожилых людей все-таки уже нервы не такие крепкие, да. Да и, в принципе, вот если говорить про бабушек, дедушек, а если говорить про, там, папу, братьев, ну, просто, мне кажется, нормальное желание рассказать уже попозже, когда ты уже знаешь, что все хорошо, анализы хорошие. И вообще, мне кажется, каждая пара сама принимает решение о том, когда, что, кому рассказывать. Мы со Славой вообще могли, там, ничего не рассказывать нашим мамам и могли вообще держать это, скажем так, между собой только. Но, поскольку это, там, моя первая беременность, и мне хотелось, конечно, поделиться и знать, не знаю, какие-то советы, какие-то моменты, не знаю, разговаривать с кем-то, кто уже, может быть, прошел такой путь, ну, типа, с мамами, с девочками. Потому что, понятное дело, что ближе мам, ну, это точно не подруги, понятно, что ближе мам никого нет. Ну, там муж, ясное дело. Вот, но я имею в виду просто женский пол девочек, кто уже, там, рожал, был беременный. Вот, и, конечно, как бы, нужно было с кем-то поделиться просто для самого себя. И смысл, там, этим делиться, например, с папой или с братом. Ну, как бы, это можно рассказать, но, например, зачем, в чем там срочность, не знаю. То есть, как по мне, так лучше всего рассказать уже всем своим родным, тогда, когда ты знаешь то, что все хорошо, что ты уже знаешь, то, что с малышом все хорошо, все развивается как надо, и какой-то критический вот этот срок, он уже позади. И можно немножко, как бы, расслабиться, скажем так, знать, что все идет как надо. Вот, так что этот вопрос меня ни в коем случае не обидел, конечно. Так что рассказала. Не боитесь ли, что с появлением ребенка Вива начнет ревновать? Моя кошка теперь считает меня врагом народа. Блин, не знаю, мне кажется, у Вивы просто не будет выхода. Очень часто животные, они, наоборот, так, начинают сильно любить малышей, да? Я столько видео видела, как собачки около малышей лежат, даже собачки приносят свои любимые игрушки младенчикам. Все от характера зависит от собаки. Ну да. Ну, мне кажется, Вива будет ревновать, потому что она у нас такая залюбленная. Она ревнюшка, да. Она, если, ну вот, ей не нравится, она здесь на втором этаже идет с ревок-пехаря. Ну да, или сын. Или сын. Но это если пушок приходит. Ну, это значит, ей не нравится. Слушай, но все равно, может быть, я думаю, она увидит какую-то разницу в пушке, скажем так. Да, конечно, он кот, понятно, не ребенок человеческий. Ну, короче, я не знаю, но мне кажется, учитывая, что она любит все-таки людей, я думаю, что она должна полюбить нашего малыша. Что это? Сейчас на сайте человек? Посмотри, сколько визитов. Короче, я не знаю, как Вива поведет себя, когда у нас появится ребенок. Разумеется, мы это узнаем только тогда, когда появится ребенок. Но мне кажется, у нее нет вариантов. О чем думать? Враг народа, не враг. Все равно пожрать охотчицу придет. Кто вы, это враг, не враг? Да, да, это... Никуда не денешься, влюбишься и женишься. Да не, у нас Вивена обожает людей. Вот она ревнует там к пушку, она безумно ревновала, что аж какать ходила два раза наверх, ну, специально прям на зло. Понимаете, она, у нее внизу туалет, она знает, куда ходить. То есть это именно дело было принципы показать свой характер. Она вообще у нас очень нежная девочка, но у нее есть такая черташинка, перчинка, и она может показать свой характер. Но она очень сильно любит людей, прям обожает. Вот чужих людей пофиг. Стоим там в машине, она в окно смотрит, какая-нибудь женщина пройдет. Женщина! Может, ты моя мать? Ну, короче, Вивена прям такая, очень любвеобильная в этом плане. И мне кажется, что... Она потому что всех людей, короче, судит по своим родителям, по нам. Она думает, что мне так кажется, но я уверен на 80%, что так и есть. Что она нас любит, она видит, что мы ее кормим, даем, мы ее ласкаем, жопом подтираем. Да, жопом подтираем. И она думает, что каждый человек такой. Потому что, ну, как ребенок она себя ведет, она и есть ребенок. Она самый натуральный ребенок. А с собаками, потому что мы ее изначально не это, ну, с собаками не коннектили. У нее не было много собак в жизни. Она собак обходит стороной. Ну, нет, она может подойти понюхать, поинтересоваться. Но для нее это вообще такое ненужное в этой жизни. Типа, хотя я знаю, ну, блин, ну, что сказать, конечно, это наш промах. Нам нужно было ее более социализировать, когда она была малышкой. Но мы, видимо, были молоды сами. И, ну, даже вот в таком вопросе, как с собакой, ну, прошляпили что-то. Поэтому она, как бы, вообще не фанат всяких собак. Типа, это, как знаете, раньше я думала, что нам нужно завести вторую собаку. Там, кстати, был вопрос по поводу того, хотим мы еще животное или нет. И я раньше думала, что нам нужно завести вторую собаку, чтобы Вивочке было не скучно. Но потом я сделала два таких вывода для себя. Во-первых, заводить второго питомца для того, чтобы первому было не скучно, это просто ужасно. А второе, то, что нашей Вивене не нужна никакая вторая собака, чтобы ей было не скучно. Ей просто нужно, чтобы мы с ней гуляли. Ну, понятно, мы там не часто с ней гуляем, но чтобы мы с ней играли, гуляли периодически. И она вообще, в принципе, кайфует там со своим же фламингом. У нее там есть еще медведь дома, у нее с ним любовь. Випстер. Ой, хорошенький. У нас такая взрослая дитятка. Пять годиков уже. Пять годиков, такой хороший. Да? Как бы вы со Славой хотели назвать своих будущих детей? Окей, расскажу вам интересный такой момент. Ну, наверное, когда я забеременела, тогда мы определились, да? Мы сразу определились. Короче, ну, как сказать, не то, что прям с первой секунды. У нас было несколько раздумий, но вот как раз, когда я была беременна, мы тогда, в принципе, решили, что если будет дочь, то назовем так. По поводу сына, у меня есть имена, которые мне нравятся. Реально нравятся. И я вот хотела бы назвать сына именно так. Грубо говоря, мне нравятся там два имени очень сильно. И еще парочка на втором месте. То есть у меня для мальчика, для сына полно вариантов. Для девочки у меня прям мало вариантов. Вот буквально один любимый. Ну, может, не один, окей, там. Но один самый такой, который нравится. И еще, может, парочку, который на втором месте нравится. И вот мы сошлись со Славой на имени для дочки. И мы рассказали это имя даже нашим близким. И мне кажется, оно не особо вообще как-то сильно зашло нашим близким. Но мы не будем, ну, типа, знаете, думать о том, как там кому что нравится. Потому что это наше дитя. И мы сами в ответе за нашего ребенка. Поэтому нам самим и называть. Но, честно, для меня это очень волнительный момент. Потому что, мне кажется, это такая большая ответственность. Ну, типа, как так? Не знаю, вообще, с другой стороны, это просто все, такая большая ответственность. Дать жизнь ребенку, родить, воспитать, дать имя. Это шок. Нужно понимать, насколько это важно и ответственно. А вот имя для мальчика, Слава, ни одного варианта мне не предложил вообще. Ни одного. И меня это жутко раздражает. Ему не нравятся мои варианты. И своих он не предлагает. Да? Потому что я сам тебе предложу вариант. Мы вышли на улицу. Но прежде сходили на рынок, на второй этаж. На рынке мы нашли такие вещи, как новые шапки, перчатки, шарф. Такой вот модный шарфик. Вот такие перчатки. Ножницы, я с этими ножницами, блин, как этот маньяк какой-то. Короче, я хочу туи подвязать. Бедные мои туи. Мы их подвязывали, мы их подвязывали. Но, видимо, им этого было мало. Да посмотри, какой трэшер. Я в шоке, девки. Блин, то, конечно, сколько тут снега, это, конечно, капец. Может, купить снегоуборочную машинку? У моих родителей есть. Ты хочешь продолжить? Я думала, ты хочешь мангал сжигать. Поковыряйся, конечно, если хочешь. Зато здесь такой хороший воздух, и сейчас не морозно. Так, мы возьмем вот это. А, тут уже лежат ножницы. Два, три. Не знаю, сколько мне понадобится. Четыре. Одно какое-то маленькое. И попробуем обвязать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ребят, вот что получилось. Как смогла, обвязала. Можно еще вот это подвязать, но посмотрим, может, завтра. Тут подставила эти самые, потому что она совсем наклонилась. Тут где-то я еще повторно обвязала. Но в целом, хоть немного их приподняла. Вот это вот мыжевельник. Жутко колючий, но ароматный. С ума сойти. Заяхать можно? А, конечно. Думаешь, получится? Да. Нифига. Блин, ну ты у меня вообще красавчик. Ой, я прилипла. Так, подержалась. А потом прилипла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотелось бы сказать, что дом не так быстро прогревается, как хотелось бы. И то, что нам тоже в идеале нужно сделать в этом году, это поменять эти самые, короче, системы отопления, радиаторы, потому что они здесь чугунные. Я помню, даже мы с дедушкой спорили о том, что... Короче, он говорил, что их ни в коем случае не надо менять, потому что такие ты нигде не купишь, и это правда. Я думаю, такие нигде не купишь, но, типа, они чугунные. Окей, наверняка в них есть какой-то плюс, потому что они долго, например, в себе держат тепло, но они очень долго кочегарятся, и они затрачивают, мне кажется, огромное количество энергии. Ну, короче, я не помню, но мы консультировались уже по этому вопросу, и их тут очень много. Их просто огромное количество вот таких длинных. Раз, два. Ну, здесь, по-моему, конкретно в этой комнате всё, но их просто реально дохрена. Вот, потом здесь их полным-полно, и, ну, кочегариться реально достаточно долговато, я бы так сказала. Из-за того, что мне холодно, пока... Ну, Слава там уже поднял температуру капец как высоко. Прямо, чтобы, типа, с кайфом сидеть, и совсем не холодно, и, знаете, в пижамку переодеться. Ну, как... Так вот, остановилась я на том, что холодно, батарейка села. Я закутала маленького пса. Сиди. Вот такого сладкого. Пёкселя. Сейчас я порежу салатик нам. И на шампура посажу наш шашлык, который у нас немного. Смотри, Слава ещё сыр купил сегодня. Так, у нас просто будет обычный салатик, огурцы, помидоры с маслом сделаем. Сто лет такое не ела. Вообще перестали. В принципе, есть салаты, редко их едим. Достану шашлык. У нас его прям мало. На двоих, на два, один-два дня. Вот так вот. Возьму... Мне кажется, что двух шампуров вообще хватит. С головой. Всё холодное мясо насаживать на шампур прям. Ну ладно, не настолько холодно прям, чтобы так сильно это комментировать. Но, блин, вот так вот мне вообще не жарко. Нифига. У нас тут вообще много, кстати, вкусняшек. У нас целый подвал. Забит всякими огурчиками. Классными штучками. Надо будет что-нибудь прихватить. Вот. А вообще, если вдруг мы решим остаться завтра, у нас есть всё равно еда. У нас хлеба полно. Ну, типа, знаете, завтрак если какой-то сделать. Что ещё? У нас есть котлеты. Ладно, у нас не такой же выбор еды. Грубо говоря, если на ужин там котлеты какие-то. Но мы, скорее всего, завтра всё равно вечером поедем. Нам как раз будет еда на какой-то плотный завтрак, там, не знаю, обед. И можно будет, если что, вдруг сделать котлеты. Которые у меня тут есть замороженные. Я Славе сегодня напомнила про котлеты. Он прям заскучал. Говорит, я их так давно не ела. Я говорю, ну да, мы их просто в один момент переели. Когда я их лепила миллиард штук. Мы их прям переели. И что-то потом хотелось влечить что-то другое. Мы ели что-то другое. Вот. Также я всё лето ела овощной салат с зеленью и с майонезом. Прям как сумасшедшая. Ела постоянно такой салат. Что вы думаете? Вообще сейчас не хочется такой салат. Последние разы, когда я себе такой салат делала. Слава просто такой не очень любит. Мне вообще что-то не заходило. Я такая, ну нифига себе. Я его перестала есть. Перестала делать. Давно вообще салаты не ели. Никакие. Ну так, если в кафешке только. Да, выгляжу я, конечно, сейчас прям совсем, знаете, такая прям простая девчонка. Типа совсем не фифа никакая. Кожа так себе. Ресничек мало. Нос красный, как у него от мороза. Губы такие. Ну, короче, салатка. Видно, что немножко подзамёрзшая. Под уставшая. Даже так сказать. Для меня жизнь на даче, это прям, это не равно, типа, взрослый. Но жить на даче в доме действительно сложнее, чем в квартире. Я говорю, в принципе, про моменты с коммуникациями какими-то. Что там отопление, неотопление, газ. Это всё на самом деле не так уж, наверное, сложно. Но всё равно, типа, знаете, в городе ты об этом не думаешь. О том, чтобы сделать отопление побольше. То есть в городе там просто херачат отопление тебе зимой. И такая жара, что, ну, как бы, либо жара, и ты делаешь... Ты ничего не делаешь, ты окно открываешь. Либо просто холодно, и ты дополнительно обогреватели ставишь какие-то. Ну, короче, всё равно жить в доме, конечно, это другое. Тут другие заботы, другие хлопоты. В чём-то, конечно, ну, похоже, разумеется. Но всё равно есть какие-то такие моменты, которые, ну, не то, что пугают, но, знаете, всё равно другое. Всё-таки, всё-таки то, как мы жили здесь, ну, в карантин, да. Но, честно, мне кажется, больше всего мы здесь вот так вот вжились прям вот в эту жизнь в доме со всеми моментами какими-то такими. Это именно летом. Хотя, когда мы здесь жили в карантин, у нас тут на пути были всякие трудности. Типа, выключали, ну, неоднократно свет, электричество, в принципе, на, ну, во всей даче, на всей даче. И у нас сгорела там какой-то, короче, сгорела какая-то штучка, из-за чего мы не могли отапливать дом электричеством. И я помню, мы дедушке звонили по WhatsApp, и он нам объяснял, как включить газ. И вот, и мы отапливались газом, и у нас тут есть газ, зарыт газгольдер. Это всё круто, здорово, но есть такая некая проблема. Нам нужно вызвать фирму, чтобы приехали, сделали проверку этого газгольдера, потому что дедушка туда газ закачал достаточно давно, и всё равно у всего есть срок годности. Непонятно, сколько там его осталось, но мы точно знаем, что он там есть. Но, в общем, короче, вы понимаете, вот такие заморочки, что нужно вызвать всё равно компанию, которая всё там проверит, может быть, откачает старый газ, закачает новый, это тоже всё финансы. Короче, всё всегда упирается в финансы, в растраты, и, конечно, жить в доме, это всегда дороже, чем в квартире. Хотя, смотря в какой квартире, я думаю, что жизнь в нашей будущей квартире, в бизнес-доме, где вот мы сейчас будем делать ремонт в этом году, там жизнь пипец дорогая, потому что каждый месяц приходят счета просто за видеокамеры, за консьержа, за красоту, за чистоту, за обогрев там паркинга, за уборку паркинга, за камеры в паркинге, за хорошее настроение в паркинге. Ну, то есть там реально счета просто каждый месяц, пока ты там не живёшь, выходит, ну, типа, тысяч, наверное, 12 точно. Это не счет, это без коммуналок. То есть с коммуналкой, понятно, будет ещё дороже, но дача нам тоже недёшево обходится зимой. Но летом я тоже здесь нажгла много, ну, мы здесь, конечно, вдвоём жили, но то, сколько я поливала из шланга, сколько качал насос воды, вот возиться в огороде, даже не то, что в огороде, а просто поливать что-то, выращивать, каждый день такой вот ритуал, посеять газон и поливать его там два раза в день, грубо говоря, это очень скучно, ты просто стоишь, иногда тяжело, иногда съедишь, берёшь там какую-нибудь табуреточку, поливаешь, поливаешь и просто слушаешь звук воды, смотришь на воду, это обалденно, видишь, как земля становится мокрой, это прям какая-то сумасшедшая медитация. Классное, конечно, тоже было время, несмотря на какие-то несчастья, которые произошли в нашей жизни, всё равно я считаю, что вот эти моменты, которые были летом, когда я поливала газон, они делали меня действительно счастливой, и это вот, как говорится, счастье в мелочах. Так, что вилки и ножи, и в принципе у нас там больше ничего интересного, ну, я ещё стаканчики поставлю, компотик можно будет открыть. Так, ребят, мы уже поели, не снимала вам, у нас не так много было, два шампурика, и вот, собственно говоря, что осталось, ну, может, завтра съедим. И ещё осталось у нас две картошки, то есть не две дольки, а две полноценные картошки, всего четыре долек. Так что, в принципе, всё. На этом мы заканчиваем сегодняшний чудный денёк, возможно, чудный этот влог, немножко, может быть, опять короткий получился, я не знаю, но лучше попрощаюсь на всякий случай, я сейчас пойду смывать макияж, расчешу волосы, запрету себе косички обычные, не всякие глазки модные, а просто обычные, что-то они у меня спутываются в последнее время, мне срочно нужно идти делать всякие процедурки себе, счастье для волос, потому что волосы в последнее время любят прям в какой-нибудь клубок скататься, колтуны какие-то появиться любят. Спасибо большое всем, кто смотрел этот влог, всех любит, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы и всем пока! Продолжение следует...